Берег левый, берег правый. На смену апрельским субботникам по благоустройству дворов и парков пришёл субботник экологический. Бригада сотрудников администрации района, муниципальных и коммунальных служб с мешками для мусора и жители вышли на очистку водоёмов в городском поселении Щёлково. Ручей Шелоховка течёт в центре города, на участке от Краснознаменской до Советской. Ему нужна помощь. На его берегах и в русле скопились пластиковые отходы. Результат беспечного отношения к природе. Река – это не источная канава. В этом уверены участники первого в этом сезоне экологического субботника. Они пришли на реки водоём Чёлковского района, чтобы помочь природе очиститься от вот такого бытового мусора. Те, кто посмелее, доставали из русла шелоховки отработанные покрышки и более крупный мусор. Мусор, по большому счёту, загрязняет нашу природу. И люди уже это запустили. У нас только вот этот год, как год экологии считается, и очень большое внимание уделили. Мы уже сами не первый раз убираемся здесь в администрации. Хотя нам сказали убирать прибрежную зону только, цветной мусор. Но мы решили, что из речки, если есть возможность вытащить без каких-то специальных предметов мусор, колёса, ещё какие-то пакеты уже набитые, то, в принципе, это нетрудно сделать. Время немного займёт. Убираем мусор на реке, вдоль реки. Из реки стараемся, где можно достать, достаем. Занятие, в принципе, несложное, но очень полезное, да? Ну да, полезное, конечно. Это экология. Мы же живём здесь. Конечно, нужно помогать, потому что жители, потому что весь мусор, вот это здесь от жителей, которые здесь живут. Другая бригада приводила в порядок участки реки Паныри вдоль улицы Пустовской. Фронт работ большой. На помощь сотрудникам администрации присоединился депутат Олег Антонов и управляющий компанией «Округ-17». Экологический субботник прошёл на семи площадках. Два-три часа общественно полезного труда. И вот результат. Собранный мусор аккуратно сложен в мешки. Так его удобно вывести коммунальным службам. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».